Чё кого модники? Сегодня у нас на обзоре одна пара кроссовок, которую на самом деле я ждал долгие две недели. Ну и конечно после релиза вот она дропнулась, я очень долго думал-думал-думал и потом заказал и две недели она у меня. Она немножечко спорная, я думаю по превью, по названию, когда я уже определюсь, вы будете понимать, что это за модель. Потому что она вроде бы летняя, но в то же время она не особо-то и летняя. И это пара из коллаборации Puma Chinatown Market. У меня кстати есть мячик, прикольная тема. Ну а если быть точным, то это модель Future Rider, которая кстати уже была на моём канале. И если вы не смотрели обзор, то можете прямо сейчас по ссылочке в углу перейти и посмотреть его. Там я подробно рассказал всё про эту модель. Здесь мы будем говорить более поверхностно. На данный момент коллаборация находится на скидках. Она набирает популярность, потому что выходят годные расцветки с ценой где-то 4,5 тысячи. По удобству это обычная классическая классика, как бы это странно не звучало. Потому что ничего сверхудобного, ничего неудобного. Вот просто кроссовки. Как это ещё назвать? Не ожидайте многого, но в то же время и не занижайте их комфорт. В чём мой интерес этих кроссовок? Да просто у них прозрачный материал верха. Используется Ripstop. Вроде бы в интернете пишут то, что Ripstop более-менее дышащий материал. Лично когда я получил эту пару кроссовок и померил дома, то я бы не сказал, что у меня слишком сильно дышала нога. Сеточка будет гораздо лучше. И от этого хочется сказать, что... Ну, это идеальная пара кроссовок на лето из-за своего стиля. Можете поддевать любые носки. Зелёные, красные, синие. Но я могу перечислять все цвета, и у вас будет меняться и цвет кроссовок. Соответственно, это логично. Но в то же время, я думаю, ноге будет трудно дышать из-за этого материала Ripstop. И на данный момент я не могу это сказать. Мне хочется снять для вас обзор, пока они такие идеально чистые, беленькие. Но именно про материал Ripstop не могу отвечать. Так что, если у кого-то есть такие кроссовки, напишите, пожалуйста, в комментариях, офигительные они на лето или нет. Ну, хотя бы плюс 22-23 градуса, потому что в плюс 30 кроссовок идеальных на лето вряд ли будет. И ещё раз повторюсь, что прозрачный верх является основной фишкой этой пары. Ну, реально, я полюбил её именно за это. Цена пары в данный момент, когда я снимаю это видео, 6300 рублей на официальном сайте. Я оставлю ссылочку в описании, чтобы вы могли посмотреть на неё. Плюс пара доступна в чёрной расцветке. Но давайте поговорим, из чего же она здесь состоит. Одно из первых, что бросилось мне в глаза, тут есть форм-страйп. Но вот на этой табличке точно должен быть логотип Puma, который они убрали, сделав пару более минималистичной. Но добавив небольшие яркие акценты на жёлтеньком отверстии для вентиляции вашей ноги, плюс сочетание двух лейблов Chinatown Market и Puma на язычке. Ну и на задней части мы также можем найти прыгающую кошечку. Если вы девушка и хотите скрыть свой 42-й размер ноги, то с этим будет беда. На язычке сзади есть небольшая деталька, как ваш размер. В моём случае это 45-й. Кстати, а знаешь ли ты где покупать кроссовки и одежду по скидкам? Если нет, тогда присоединяйся к моему сообществу Buy. Нас там уже 143 тысячи подписчиков, которые ежедневно экономят. И за месяц это может быть не 500, не 1000 рублей, а гораздо больше. На стене ты найдёшь все актуальные ссылки на самые выгодные распродажи, плюс промокоды на тот же самый Adidas минус 20%. И также у меня есть телеграм-канал, в котором насчитывается почти 10 тысяч подписчиков. Не забывай и ты зайти посмотреть, возможно тебе там понравится, и ты сможешь сэкономить много денег, как и все остальные. Не буду отвлекать тебя от видосика, продолжай просмотр. Если у вас никогда не было Puma, то знаете, здесь очень странная размерная сетка. Я обычно ношу 11 US, но это получается 10,5 UK. В Puma 10,5 UK это 11,5 US или 29,5 сантиметров. Будьте аккуратны. Быстренько по материалам. Я думаю, вы все понимаете то, что это замша. Кстати, довольно-таки хорошего качества. Верхний материал Ripstop. Подошва у нас, конечно же, Эва. Снизу множество таких сосочков прорезиненных, которые будут помогать вашей ноге хорошенько сцепляться. Небольшие декоративные вставки на пятках. И плюс околокожаные вставки, типа как форм-страйп или на шнурках мы сможем их найти. Чуть не забыл, то что на другом кроссовке у нас прицеплена вторая пара шнурков, но уже с желтыми наконечниками. Здесь, в отличие от тех, они будут белого цвета. Что также, в принципе, приятно. Ну и, конечно, что добавит нам мягкости? Это стелька, которая, если честно, здесь ощущается. Все-таки это классическая пара, классическая подошва. Поэтому даже такой небольшой слой стельки будет чувствоваться и ароматизировать вашу ногу. Не ароматизировать, а ароматизировать. Хотя очень похоже. Как бы это странно ни звучало, но сюда, немножечко подув своим ртом, то, да, этот материал продувается. Так что могу сделать вывод, что на плюс 20 этот материал должен быть хорош. Но все это не точно. По крайней мере, воздух через него проходит. Ну и я считаю, если ты купишь эту пару, то тебе однозначно нужны разноцветные яркие носки. И лучше всего подбирать их в какие-нибудь трендовые цвета, типа насыщенный, агрессивный синий. Плюс в сочетании с белым можно реально классно подбирать луки. То есть поиграться с цветами станет гораздо проще. Ну и плюс это прозрачная пара. Прозрачный тоже набирает обороты. Многие бренды это используют. Но здесь, можно сказать, бюджетный вариант. 6300 реально адекватный ценник. Если, конечно, вы не какой-то бешеный фанат технологий. Покупая классический силуэт, не надо надеяться, что он будет офигительно мягким. Он будет комфортным, не более. И, кстати, забыл подметить, что у нас внутренняя пятка выглядит немножечко непривычно. Потому что всегда здесь проложено очень много поролона. И, на мое удивление, без поролона тоже удобно. Плюс отделано внутри около кожи. И все мы понимаем, что это не кожа. Что-то похожее на него. Скорее всего, кожзам. Поэтому, если ты в поисках какой-то интересной летней пары, то это вполне может подойти. Ты можешь посмотреть, посидеть, подумать еще более, почитать отзывы. Все-таки интересно. Это коллаборация. Это не просто проходная пара. Рипстоп. Но на свой страх и риск, я думаю, в плюс 20 будет более-менее комфортно. По крайней мере, я сегодня после ролика собираюсь их надеть и хорошенечко выгулять. Потому что на улице ни жарко, ни холодно. Я думаю, подойдет именно для этой пары кроссовок. Ну и поиграюсь с какими-то цветными носками, красными, серыми. Серый такой цветной цвет, я не могу. В общем-то, мне в любом случае придется чем-то закупаться. Но это было все, что я хотел тебе рассказать про эту пару кроссовок. Мне лично нравится. Это реально прикольно, более-менее бюджетно и интересно. Прозрачные материалы есть не везде. Особенно в такую цену. Ну и плюс, все-таки летняя пара. Согласитесь, что осенью или весной... Нет, весной еще будет норм. Но осенью, когда везде все такое коричневое, в гнилой листве, в грязи, вы выходите в белых кроссовках прозрачных. Точно дизайн сделан не под это время года. Ну и плюс есть черные. Но мне кажется, черные не так интересны. Потому что они не так хорошо просвечивают. То есть все будет гораздо темнее. Поэтому белый лучший вариант. Это было все, что я хотел тебе рассказать. Теперь-то уж точно. Не забывай подписаться на канал. Мой инстаграм, ссылочки в группе buy. Потому что там также есть скидки на эту пару кроссовок. Это было все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok